Салют, гайз! Как ваше настроение? В одном из прошлых выпусков Хабиб как-то спросил меня А можно на капоте написать My Life, My Rules? Отвечаю, можно! Ну а для тех, кто не досмотрел тот выпуск до конца, друзья мои, у нас тут многоходовочка Мы делаем Хабибу не Мерседес, мы делаем Хабибу военный хаммер Для этих целей мне пришлось арендовать новый гараж И находится он в самом центре гетто, в Комптоне Как часто угоняют машину? Примерно раз в неделю С новой абсолютно Toyota Tundra, я только ее купил, вообще вот в этот же день ее угнали Прямо вот здесь вот за воротами Хорошее место Досмотри этот выпуск до конца, ведь сегодня мы узнаем, кто получит PlayStation 4 Можешь начинать писать комментарии прямо сейчас Ведь я разыгрываю еще одну PlayStation Салют, гайз! Ну что, это новый выпуск на канале Чердак Все вы знаете, что нам нужно продолжать историю с нашим хаммером Но для того, чтобы двинуться дальше, нам необходимы запчасти И я приехал в одно место, где строят эти хаммеры Здесь их очень Давайте я вас познакомлю с владельцем Привет, ребята, я Брайан, владелец Хаммеркор Мы чаще всего покупаем, продаем, продаем и революционные хаммеры Таким образом, мы собираем немного тура сегодня Некоторые треки, которые в процессе И я просто получаю какие-то аппетиты Вы слышали, можешь показать? Да Так, это хороший пример, который мы полностью разобрали Это в 2003 Ребята, вы посмотрите внутри Вот здесь такая панель сделана Все кастомное, все расшито Нереально круто и очень красиво Сидения стоят, тоже просто пушка То есть, ребята, это не хамви, который у нас Это реально оригинальный хаммер H1 Девяносто тысяч, ребята Девяносто тысяч стоит хаммер H1 Окей Ребята, выглядит очень забавно Это обычный гольф-кар, насколько я понимаю Сделанный под стилистику хаммера полностью Вот здесь у нас есть Эти первые три треки Все 2006 хаммер H1 Они все взяли в тормозе в тормозе в тормозе Они обычно продают в тормозе до 100 тысяч Такие будут ваши хаммеры Альфа Пацаны, девчули, мы поняли с вами, что хаммер H1 здесь стоит примерно от 90 до 120 тысяч долларов Мне любопытно, вот сколько эта тачка будет стоить в России Давайте посмотрим Поможет мне в этом, конечно же, лучшее мобильное приложение Дром Итак, смотрим Подборочка по хаммерам Выбираем Хаммер H1 У нас всего 6 объявлений Не так уж и много хаммеров в России Первый, который мне попался Это Девяносто третьего года Стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей Следующий хаммер 2002 года Желтенький 5 миллионов рублей Нормально А вот следующий 2006 года Стоит уже 13 миллионов 800 тысяч рублей И как-то он подозрительно похож на тот, у которого я сейчас стою Знаете, у Дрома есть очень крутая фишка Подписаться И я, пожалуй, подпишусь на хаммеры И буду получать уведомления о появлении новых хаммеров на рынке Вдруг этот хаммер, который мы отправим Хабибу, он решит продать Я буду первым, кто узнает Ладно, шучу, короче, но на всякий случай Ссылочку на Дром я оставляю в описании Покупайте автомобили с умом, друзья мои Ну что, погнали узнаем, есть ли у них запчасти или нет на этой машине Ради примера, чтобы вы понимали, вот такой вот военный хаммер Сколько стоит в этой ситуации? Самый ценой, который можно купить хаммеров 30 тысяч рублей Таким образом, мы возьмем все трех этих машин Комплотно измельчить их Уже новое интерьер Да, я знаю Все новое механическое В общем, ребят, они вкладывают в эти машины деньги Они делают из них вот такие лялечки И продают уже примерно по 100 тысяч долларов Ну что, пошли посмотрим, где они это делают Пошли посмотрим, где они это делают Механический шаг? Да, давайте посмотрим Это хамви Это хамви Вот такой же, как у нас, ребят Вот такие двери нам нужны Какие думаете, сколько это будет? Я имею в виду, двери? Если вы можете найти их Они около 6 тысяч долларов 6 тысяч долларов? Да, если вы можете найти их Но они очень-очень сложно найти И вот этот рейтинг, который идет с этим И опять же, очень-очень сложно найти Если вы можете найти их Это около 2-3 тысяч долларов Так, чтобы сделать двери и в основном Вы посмотрите на 10 тысяч долларов Да В реально? Да То есть, мы понимаем, да, сейчас, что Да, камон, цифры вы видели Так, дверей нет наличия, короче Окей Что касается рейтинг У вас есть что-то? У меня есть рейтинг Только Но вы нужны все парки, чтобы сделать рейтинг У вас нет парки? Нет Нет Окей 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 Где я могу найти парки? Это военный автобус, ребят Это, как, милитарий басс Ты знаешь? В общем, ребят, ситуация складывается таким образом У меня нет сейчас запчастей на машину И у этого дяди их тоже нет Мне нужно срочно заказывать их онлайн Поэтому я отправляюсь штудировать интернет Нам нужна металлическая крыша, 4 двери Нам нужен задник Нам нужны новые сидения, 4 штуки Нам нужно сделать короб, чтобы вместить туда всю музыку И инсталляции, которые мы хотели Короче, работы очень много Я погнал дальше А вас ждет следующее включение Ух! Ну что? Мы не можем жить без приключений Все почему? Потому что мы п***ли все сроки По запчастям, по всему и по аренде в том числе Завтра будет уже первое число И сегодня нам надо освободить гараж И поэтому мне нужно срочно найти новое место Почему мы задержали? Почему мы не успели сделать эту тачку? Да потому что Ёбаный ковид По-другому я не назову Даже песня пришла в голову Вот эта Короче, надо новое место Я приехал посмотреть вот сюда Один из моих подписчиков предложил мне это Ну а здесь пацаны приехали, которые будут мне помогать Уже делать и Хаммеры и следующие проекты Чувствую они здесь застряли Пацаны, салют! Давайте знакомиться что ли? Толя Витя Толя И Витя Толя Ребята приехали из Техаса буквально вчера И перевезят сюда свои машины У них очень много тачек Там проектные, непроектные В общем, ребята будут помогать мне реализовывать мои проекты Ну и, соответственно, сегодня наша задача перевезти Хаммер сюда Надеюсь, сюда Пока я еще даже бокс не видел Пойдем посмотрим, что здесь есть В общем так, друзья Один из моих подписчиков предложил мне место Говорит, приезжай, я тебе могу помочь У него здесь вот такие вот Большие-большие склады Мы сейчас с ребятами приехали посмотреть, что же здесь есть Вот Потому что место Не знаю, на каких условиях Честно Не знаю, что нас сейчас ждет Но боксы, которые он мне присылал, я уже увижу Крыша есть Стены есть Розетки есть Здесь у меня камеры стоят Ага Так, ну здесь два бокса получается Да, один вот этот вот Есть И еще один внутри Ребят, здесь был когда-то автосервис Здесь стоял стапель Да Вот эти места Здесь пацаны тянули тачки Мексиканцы работали на сколько я понимаю Они так расстроились, что это все выглядит Ну конечно, место намолено Рядом Комптон Все весело и все Я подъезжаю Я подъезжаю Сто двадцатая улица Комптон Не твою мать, думаю, нет О, здесь кстати Хороший тоже бокс Здесь они хранили краски Вот здесь у них стоят стеллажи Для них смешивали В принципе, красили они здесь Они закрывали, поливали все водой Походу мы нашли место сейчас О, здесь Смотрите, ребят, как С-90 российские были Такие же вообще А электроника, помнишь ты? Да, да, я про это говорю С-90 электроника были Офигенные колонки Ребят, давайте я вас познакомлю все-таки Это Никита У тебя прокатная компания, да? Да, rent a car То есть не просто там как бы 3-5 машин А 60 штук, как ты сказал Да, у меня 60 машин Вопрос Как часто угоняют машины? Примерно раз в неделю Раз в неделю Раз в неделю, да Ну еще 2-3 случаи Тебя в полиции знают нормально, да? Я прихожу, мне все время улыбается удача Потому что когда я прихожу Все время сидит один и тот же офицер Да Не знаю почему так И он все время Я его знаю, его зовут Виктор Виктор Гонзалес такой Мексиканец Да Ну очень приятный мужик И он О, Никита, привет Опять машину угнали Я говорю, да Но обычно это легко заканчивается Потому что я даю ему номер телефона Потому что всегда известно, кто взял в аренду И машины находят Машину У меня не было ни одного случая, когда машину не нашли Один раз новую абсолютно Toyota Tundra Я только ее купил Вообще вот в этот же день ее угнали Прямо вот здесь вот за воротами Хорошее место Похоже Шоу Мазгуон, друзья мои И другого варианта нет Ну что видите? На настроение поднялось Поднялось? Солнышко вышло Твою мать Короче, ребята Сейчас все сгружаем И начинаем наконец-то что-то делать В общем мы договорились с Никитой Мы берем вот эти вот два бокса Которые здесь есть Берем их на ближайшие 2-3 месяца Для того, чтобы тут творить наши проекты В итоге сейчас Сегодня мы забираем Хаммера И перевозим его сюда Сегодня надо перевезти все вещи из гаража Поехали! Вот это самый большой скейт в мире По-моему Да, ребята? Сейчас я тут разгонюсь Все, пацаны Давайте увидимся в Лагуновке Погнали! Давай! Вот мы и приехали в гараж Пацаны приехали на Хаммере с прицепом сюда Для того, чтобы упаковать наш Хаммер Потому что, вы видите, здесь все уже собрано Здесь вещей нет Хамяк здесь стоит без каких-либо изменений Но мы это исправим уже буквально завтра Сейчас мы его заводим, выкатываем Забираем отсюда какие-то еще инструменты, которые нам нужны Этот гараж должен быть сегодня к вечеру уже пустой Завтра сюда заезжает новый арендатор Пацаны, что делаете, а? Тачку тырим Видите? У чердака машина хорошая есть Это уже не моя машина Мы тоже так махать Это уже будешь в Махачкале разбираться Хорошо, не хотим Вуаля! Работает, Вася! Вам часики! Вот сейчас на этом моменте пацаны присядли Когда вот эта штука подъехала сюда Ну че, ты готов? Так, ладно Давай, это ебать! Ебать! Пацаны закрепили машину Я держу прицеп Да на ебать! Проверь 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 Ты так хочешь оставить? Да, я хочу подумать Ну вообще красавчик Он очень круто заехал Прям сюда Пацаны, закрепили машину Все затянули, проверили Давайте, мы поехали Обратно, да? Ну, давайте Пацаны, вы, пожалуйста, мне тогда отзвонитесь, ладно? Я тебе адрес Техаси пишу, мне забрать машину Сука Удачной дороги Маленькое, неожиданное для меня даже включение, скажем так Решил подзаписать эту историю, ребят Мы сегодня все вывезли из гаража В общем, у нас гараж полностью пустой И сегодня крайний день, когда мы отсюда выезжаем Спасибо В общем, ребят, как вы видите, все История с гаражом на сегодня подошла к концу Здесь загружены одни вещи И вот здесь вот остатки моих вещей Потому что ребята уже отвезли Хаммер И сейчас забирают мои пожитки Все, в общем, оставайтесь с нами Дальше будет Короче, дальше будет то, что будет Субтитры сделал DimaTorzok Салют Пикап не маленький? Я думаю, влезет Салют, дорогой Ребят, давайте я вас сначала познакомлю Многие из вас уже этого человека знают Его зовут Никита Это Доктор Кру У него свой YouTube канал Чувак, короче, катается по Америке И творит разные чудеса Я так понимаю? Да, уже года три Года три Никита изъявил желание мне помочь забрать резину Потому что в мой Murano Не влезут 22 колеса на 37-м радиусе И плюс мне надо забрать вот этот карт Сейчас попробуем как-то его погрузить в кузов Карт поехал уже в шинномотажечку Я за ним тут же отправляюсь И что я хотел вам сказать В общем, Андрюха съездил на производство форджиата Сюда, здесь, на фабрику И выбрал десули Поэтому маленькая нарезочка Как это было И как выглядит производство форджиата Сюда, здесь, на фабрику Сбыточный В puzzle Вы что-нибудь В puzzle Готовый Зветочный Здесь, куклы Наши Shooting Хочешь Pinestream Там Теместо Center ein Ты Воometry С Тван Тban Т они Так, ребят, я приехал в нашу колесную мастерскую. В общем, диски, ребят, я не видел. И поэтому для меня сейчас будет огромнейший сюрприз. Что же выбрал Андрей и что они купили? Ну что, пошли посмотрим. В общем, вот это крышечки, пока мы видим их. А вот это диски. Вау. Ребят, мне страшно этот размер видеть. Посмотрите сюда. Это колеса Fordiata. А диски в канке. Вот это полочка. Настя, looks nice. Теперь вопрос, влезет это сюда или не влезет. Опа. Ну, теперь можно ехать. Колеса едут к нам на базу, на новую базу. Ну, а я не просто так одел вот эту маечку Комптон, друзья мои. Потому что наша новая база находится прям как раз-таки чуть ли не в центре самого безопасного района Комптона. Я никогда не думал, что у меня там будет гараж. Но вы сами понимаете, проект надо закричивать. Поэтому выбрали то, что есть. Витя, таки мы тебя здесь ждем, друг мой. Таки здравствуйте. Ну, таки здравствуйте, да. Это Благерн? Ага. Благерн, здравствуй. Так, ну что, короче. Витя, покажешь, что у вас тут интересного происходит? Так. Парни, слушайте. Ну, а я смотрю, вы его еще сверху один раз красили. Правильно я понимаю? Да, перекрасили. Полностью перекрасили? Ну, весь вообще везде покрашен. Все выросло, кроме внутреннего кузова. Потому что, ну, музыка что-то не стоит. Да, музыка. Да я не про музыку. Ладно, пошли колеса разгрузить. Так, вот это колесики, вот это размер вообще. Если честно, мне кажется, они больше, чем эти. Ну, шире, по крайней мере, точно. Витя, подскажи, пожалуйста, родной, вы тут в гараже уже три дня тусуетесь. Как вам райончик вообще? Комптон нормально, нет? Обалденно. Серьезно? Мне нравится. Да? Тишина, пацаны все свои. Самые лучшие курицы в Лос-Анджелесе в Комптоне. Самые лучшие дома цепончики, а не в Комптоне. С 1980 года. Самые лучшие бандиты тоже в Комптоне. Ну, имеется в виду. Самые лучшие. Но там стоит машина, ездим на ней. Принимают за своих. А что там за машина-то? Гран-при Пантеак 64 года. На Бигблоке. 8,6 литров. Я поделся. Ого! Пацаны сюда свой ставчик привезли. Тут и мой, конечно, тоже. И еще, смотрите, здесь стоит корвет. Охренеть, конечно, колесница. Здесь треховый, 425-й. Ага. 8,6 литра. Одно-классер. 8,6 литра. Да, 8,4 литра. Ооо. Так, можно, да, его завести? С удовольствием, давай аккумулятор поставлю. А-а-а. Хе-хе-хе-хе. Он у тебя в хампере. Слушай, он на автомате. 64-й? На стеклоподъемнике. На стеклоподъемнике. 64-й год. Автоваз, блядь, проснись. Эй, кондиционер, стеклоподъемник и автомат. 64-й год. 8,6 литров. Колеса поставили. Короче, лобоуху поставили. Ну что, можно выкатить его на улицу и посмотреть? Скажи слово «ниндзя». Супер. Давай, давай, давай. Да, короче, анпекинг, да, у нас? Оп. Нет, не получилось. Оп. Ну это не айфон, понимаешь? Ну, в общем, ребят, давайте посмотрим тачку на свету, как это выглядит на этих колесах. Блин, да он вообще смотрится бомбово, мне кажется. Морда так вообще очень круто. Вот эта вот красная решеточка, я, конечно, не знаю, как Хабибу зайдет, но я думаю, что будет нормально. Колесики сюда встанут еще центровые такие большие шайбы с надписью «Форджиата». Музыку. Усилители, сабвуферы. PlayStation 4, в конце концов. Ну, парни, я хочу сказать, очень даже неплохо сделали машину. Они ее покрасили еще раз. Все это встало. И, блин, он смотрится реально бомбово. Ну, как-то в комнате чувствуется, что это пропадет. Ну, что, народ, вот и подошел этот выпуск к концу. И мы ждем запчасти на «Хаммер». Как только они придут, мы его сразу же будем укомплектовывать. Все это будет в ближайшее время. Я надеюсь. Ну, в общем, давайте так. Как и обещал розыгрыш, сегодня я запускаю рандомайзер. И мы сейчас посмотрим, кому достанется куча ништяков от «Горилла Энерджи». Я хочу сказать им огромное спасибо. А вам я хочу сказать то, что «Горилла» проводит розыгрыш 1 миллиона рублей. Аж до 31 мая. Апреля. Мая. Короче, ты должен успеть купить банку «Гориллы», зарегистрировать чек по ссылке, которую я оставляю в описании. В общем, good luck, мой френд. Миллион будет не лишним. Также, кстати, «Горилла Энерджи» разыгрывает PlayStation 4 каждую неделю. Ну и вот и мы разыгрываем еще одну PlayStation 4 по комментариям, которую вы можете оставить под этим выпуском. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это, кстати, одно из условий розыгрыша. В общем, так. Пошли посмотрим, кому у нас достанется куча ништяков. Так как я разыгрываю сейчас примерно где-то 10 всяких разных подарков. И физически у меня их нет. Я попрошу красивых девушек из «Гориллы» упаковать вам это все и отправить рандомно. Там будут бейсболки, будут худи, будут штанишки, будут маечки. Очень крутые есть, как их называют-то, без рукавов. Безрукавки. Поехали. Первых 10 победителей у меня появляются вот здесь, вот здесь, вот тут появляются ребята. В общем, я всех поздравляю, ребят. Пишите мне на почту, и я передам ваши все контакты в «Гориллу». Они все отправят. Ну что, теперь остался победитель номер 11. Кому достанется PlayStation 4? Давайте посмотрим. Барабанная дробь. Итак, Илья Черноусов. С нетерпением жду следующего выпуска. Илья, спасибо тебе огромное. Следующий выпуск настал. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И, конечно же, делитесь этим видосом, потому что это помогает развитию моего канала. А также качайте дром по ссылкам в описании. Ну что, как что-то акции.